Смартфоны на Windows Phone Смартфоны на Android и iOS, есть еще такая система Windows Phone и все. В то время я ходил в Samsung C3300i и мне вообще было ни горячо, ни холодно. Вживую я увидел Windows Phone на телефоне у дружбана из параллельного класса в 2015 году. У него была Nokia Lumia такая же, как на видео, но только голубого цвета и на Windows Phone 8.1. Стоит начать с того, как Windows Phone появилась. Для тех, кто не знает или не смотрели мои прошлые видео, то любезно свяжу вам память. Представили ее на выставке Mobile World Congress в Барселоне в 2010 году. До Windows Phone была Windows Mobile, которая была основана на ядре Windows CE. Да, вот такая карусель получается. Новая Windows Phone была несовместима с предшествующими версиями систем, что уже в начале вызвало множество вопросов среди пользователей. Что-то типа, да вы чего, совсем оху... Чуть позже, уже в 2012 году, Windows Phone с выпуском восьмой версии перешла на ядро Windows NT. Однако, на этом история не заканчивается. Пользователи начали жаловаться на то, что для обновления на новую версию необходимо было покупать новый смартфон. Да, Windows Phone 7 было нельзя обновить до восьмерки. Такая же ситуация произошла с Android 3.0, но ее итог был намного хуже. Вот только чтобы притушить пыл потребителей, Microsoft выпустила Windows Phone 7.8, которая все еще базировалась на Windows CE, но включала в себя функции восьмерки. С самого начала своего развития, несмотря на добавление интересных функций и появление различных игр и приложений по типу официальных клиентов и какого-никакого эксклюзивного контента, на фоне Android и iOS мировую долю рынка эта система занимала очень медленно. Практически даже никак. Microsoft все равно пыталась развивать и продвигать эту систему, и 20 ноября 2015 года выходит Windows 10 Mobile, заменив собой Windows Phone 8.1. В Windows 10 Mobile главный экран получил поддержку фонового изображения, переработанное приложение настроек, новое приложение проводник и голосовой помощник карта, на которого заткнуть сложно, поддержка USB Type-C и OTG, новый Windows Store и Windows Hello. Всего вышло несколько обновлений. Anniversary Update в июле 2016, Creators Update в марте 2017 и Fall Creators Update в сентябре того же года. А в октябре 2017 года Джо Бельфьори заявил о прекращении активной разработки мобильной версии Windows. По данным StatCounter за 2018 год, Windows 10 Mobile пользовалась, внимание, около 1.3 от 1% юзеров мобильных систем со всего мира. В январе 2019-го Microsoft назначила дату окончания поддержки Windows Mobile – 10 декабря 2019 года. После этой даты каких-либо новых обновлений больше не будет, а уже существующие сервисы начнут постепенно прекращать свое существование. Однако в последний момент дата окончания поддержки была внезапно перенесена, на 14 января 2020 года. В этот день завершилась поддержка Windows 7. Как я понимаю, они просто решили завершить поддержку ряда продуктов разом, что вполне удобно для компании. Спустя годы все и так прекрасно знают, что случилось с Windows Phone и вообще с мобильной Windows в целом. Спойлер – система умерла из-за ее непопулярности среди пользователей и прочих подводных камней в виде сложностей с интерфейсом и непрерывными обновлениями. А разработчикам создавать приложение под Windows Phone было банально невыгодно во всех смыслах из-за этой же самой непопулярности. История мобильной версии Windows прекращается 14 января 2020 года с окончанием поддержки Windows 10 Mobile – последней мобильной версией этой платформы. И мне стало очень любопытно. Прошло много лет с выпуска последней версии Windows 10 Mobile. Напоминаю, что последняя версия – это 17.09. И все же интересно, как на этой платформе живется сейчас, несмотря на ее официальную, так скажем, смерть. Да, что-то типа выживания на Windows 10 Mobile в условиях современного мира. Но перед тем, как смотреть систему и мучиться с приложениями, нам нужно найти устройство, которое работает на Windows 10 Mobile. Этим устройством у нас будет Nokia Lumia 730. Данный смартфон вышел в сентябре 2014 года и изначально работал на Windows Phone 8.1. В качестве процессора в этом смартфоне выступает Snapdragon 400 с тактовой частотой в 1,2 ГГц. В плане памяти здесь 1 ГБ оперативной и 8 ГБ постоянной. Плюс есть возможность расширить память с помощью карт памяти microSD до 128 ГБ. Смартфон можно обновить до Windows 10 Mobile, и на ней он работает вполне терпимо. Любой смотр системы на реальном устройстве начинается с включения этого самого устройства и прохождения ее первоначальной настройки. А первоначальная настройка всегда с чего начинается? Верно. С выбора языка, на котором мы общаемся и коммуницируем с обществом в повседневной жизни. Я лично всю жизнь говорю на русском языке, но и английский я понимаю прекрасно, поэтому я больше предпочту его. Далее нас попросят указать регион, в котором мы проживаем. В Windows 10 Mobile он влияет на некоторую работу системных приложений, в плане обновления новостных лент, финансов и прочей информации от MSN. Windows Store, формат даты и времени и доступность местного контента. Например, допустим, есть какая-нибудь игра, которая доступна только в одном регионе, а в другом ее будто в магазине не существует. То есть она официально недоступна. Нам сразу предлагают выбрать российский регион, но он опять не угадал с моим желанием. Я всегда ставлю United States. Идем дальше, и после выбора региона нас попросят перезагрузить наше устройство для применения региональных настроек и полноценного применения языка интерфейса. Вот прямо чуются приколы из эпохи Windows 98. После перезагрузки нас радостно приветствуют и попросят продолжить настройку, на что мы, естественно, даем согласие. Далее у нас идет определение сим-карты в устройстве, и, естественно, он выдаст ошибку, так как я не вставил сим-карту. Очевидно. Позже идет чтение условий лицензионного соглашения. И вот признайтесь серьезно, вы всерьез никогда это не читали. А я читал, но только правила ВКонтакте, и то это было 12 лет назад. Само собой, нам нужно принять это соглашение, так как в случае отказа нам просто скажут, что мы не имеем права использовать это устройство, и нас развернут обратно к соглашению. После прочтения соглашения здесь идут классические этапы, которые можно встретить буквально везде. Настройка даты, времени и подключение к Wi-Fi сети. При подключении к Wi-Fi сети нам нужно задать некоторые настройки конфиденциальности и параметры работы некоторых функций. А если вам лень тыкать кучу галочек, то можете просто тыкнуть на кнопку экспресс. Но кто его знает, что под этой кнопкой будет отмечено. Теперь наступает очередь добровольного входа в аккаунт Microsoft. Хотите входите, хотите не входите, я лично ради прикола войду. Спойлер, я вошел в аккаунт, но мне в конце выдал ошибку входа, но при этом в Microsoft Store вход так-то засчитан. После аккаунта Microsoft система ищет резервные копии в вашей SD-карте, на случай, если захотите восстановить все приложения и настройки рабочего стола в то состояние, которое было до сброса. Ну и наконец, завершающий этап настройки. Окончательная установка системных приложений. Это займет некоторое время и за время ожиданий можно пойти заняться другими делами, либо пойти прогуляться. Так-то первоначальная настройка уже завершена и мы попадаем на главный экран. Но что-либо бегло рассмотреть не успеем, так как система внезапно попросит перезагрузиться. После того, как все настройки будут окончательно завершены, все перезагрузки пройдены, а недостающее приложение установлены, мы плавно переходим к трансляции экрана и смотру системы целиком. Естественно, можно начать с главного экрана. Здесь мы видим закрепленное приложение в виде плиток разных размеров. Звонки и сообщения для первой сим-карты, звонки и сообщения для второй сим-карты. Очень необычно это все видеть, как отдельная программа. Какое-то пустое место, видать, что-то обновиться успело. Почтовая программа, календарь, настройки, карта, на которой, опять же, я говорил, заткнуть сложно. Windows Store и различные мелкие приложения по типу проводника, плееров, сервисов MSN и базового офисного пакета. Более подробно о стандартных приложениях мы поговорим попозже, а сейчас мы по интерфейсу перейдем дальше. Если сделать свайп вправо, то перед нами появляется строка поиска и показывается полный список всех установленных в системе приложений. Здесь, кроме стандартных приложений, можно увидеть как спонсорские по типу Яндекса, ВКонтакте, Литреса и Геймлофта, так и приложения, поставляемые самим производителем. Lumia Camera, Lumia Creative Studio, Lumia Storyteller, карты Heer и так далее. А теперь можно подробно поговорить о работе стандартных приложений. Они вообще не работают. Буквально. Так как версия стоковых приложений старая и отличается от последней, то приложение откажется запускаться и будет молить об обновлении. Того, кто придумал эту схему обновления, я лично в кино водил. Но это-то ладно. Обновить приложение всегда можно. Вот только Windows Store не работает. Он также просит обновления и не может его банально скачать. Изначально я думал, что это какие-то приколы с регионом и попробовал обновлять через VPN. Но потом, как оказалось, системе просто нужно было время. После того, как MS Store обновился, я обновил все остальные системные приложения и... Некоторые до сих пор не работают. Ну и чёрт с ним. А сейчас можно перейти к магазину Windows, а точнее к тому, что от него сейчас осталось. И как уже не сложно догадаться, магазин Windows – всё. Не, он так-то работает, но кроме стандартных приложений, пару заброшенных игрух и VLC с Total Commander там скачивать тупо нечего. Но можно ставить приложение не только из Windows Store, но и из обычных АППХ пакетов. Делается это просто. Заходим в настройки «Раздел обновления и безопасность» для разработчиков. В первом разделе вы ставите пунктик на Developer Mode, чтобы разрешить установку приложений в систему, минуя Windows Store. Позже мы включаем Device Discovery, Device Portal и заходим по IP-адресу с нашего ПК. Соединяем устройство и наш ПК, введя шестизначный код на странице входа и вуаля! Мы, де-факто, получили доступ к нашему устройству. Здесь мы можем смотреть графики нагрузки ЦП, АЗУ и видеочипа, смотреть подключённые устройства в системе, просматривать сетевые адаптеры сети Wi-Fi, смотреть запущенное приложение в системе и, наконец, устанавливать приложение, минуя официальный магазин. Интерфейс тут простой и понятный, поэтому как именно ставить пакеты приложений, объяснять, я думаю, не нужно. И, наверное, на этой ноте можно перейти к приложениям различного назначения. Браузеры, плееры, файловые менеджеры, утилиты, клиенты социальных сетей и мессенджеров. Начнём мы, пожалуй, с браузеров. Тут особо не разгуляться. Привычных Firefox и Google Chrome тут и отрадясь не было, поэтому из стандартных здесь Microsoft Edge, который сделан ещё на движке Edge HTML. А из сторонних и вполне адекватных здесь имеется BlueSky браузер, и что-то мне подсказывает, что он работает на том же Edge HTML. Ну, посидеть в интернете можно, сайты открываются и кое-как листаются. Музыка и видео. По стандарту здесь в качестве музыкального плеера выступает программа музыка грув и кино и ТВ. В общем, всё как в настольный Windows 10 тех лет. Но из сторонних можно использовать VLC. По сути, универсальное приложение. И музычку послушать, и видео посмотреть, и даже какой-нибудь RTMP поток по ссылке открыть. Лично меня VLC вполне себе устраивает. Даже на моём компьютере этот плеер стоит очень много лет. А что ж есть из приложений для общения и клиентов социальных сетей? Всё-таки общение это очень круто, и мне взаимодействовать со своими знакомыми тоже как-то нужно. Вдруг я буду далеко от ПК, и на моих глазах произойдёт какое-либо событие, которое мне очень захочется обсудить со знакомыми. Оригинальный ВКонтакте здесь писецкий древний, Телеграм тут тоже старый и не обновляется несколько лет. Поэтому для клиента ВКонтакте можно использовать Luna VK. На момент снятия видео он единственный и до сих пор активно обновляющийся клиент для Windows 10 Mobile. В качестве замены оригинального Телеграма можно использовать Unigram, но он здесь не установится из-за старой версии Windows 10 Mobile. Но официальный Телеграм-клиент уже здесь на ладом так-то дышит. Сообщение канала он-то показывает, но не покажет переписку с юзером, ID которого больше лимита 32-битного значения. А это, напомню, число 2 миллиарда 147 миллионов 483 тысячи 647. И здесь вообще не будут работать какие-либо звонки. О голосовых чатах и комментариях в канале так вообще не думайте. Брух-момент. Никаких Дискорд или клиентов Матрикса, прочих социальных сетей и мессенджеров здесь вообще не будет. Вроде бы со всеми аспектами разобрались и я ничего не забыл. Тогда сейчас наступает самое время начать подводить итоги. Что я могу сказать в итоге? Как бы сообщество ни старалось, какой бы красивой платформы ни была, я все равно, к сожалению, могу сказать одно. Платформа мертва. Современное приложение не скачать. Магазин пустеет и, вероятно, в будущем он откинется более чем полностью. Но все же некоторые приложения скачать можно. Да, на телефоне используется сборка Windows 10 Mobile 16 07. Но если обновиться на более новую, то поменяется ли что-нибудь? Вряд ли. А на этом все. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропускать новые интересные видео. Выражаю огромную благодарность донаттерам, которые поддерживают мой канал. Ну и собственно, огромное вам спасибо за просмотр. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok